Население Южной Азии довольно многогранно и сильно разделено по религиозным, кастовым и политическим мотивам. Невзирая на то, что эти уголки планеты довольно густо заселены, люди там живут не в мире и очень редко смешиваются с представителями не своей группы. Исследование древней ДНК из Южной Азии показывает, что почти все этнические группы являются плодами смешивания местных охотников-собирателей, среднеазиатских пастухов и ближневосточных фермеров. Примечательно и то, что примерно в то же время точно такие же процессы происходили и в Европе, с одной лишь разницей, что европейские охотники-собиратели отличались от южноазиатских. Данные исследований были представлены на днях на собрании Американской ассоциации физических антропологов в Техасе и позволяют узнать откуда и когда пришли эти популяции в Южную Азию. Помимо этого исследования подкрепляют гипотезу о проиндоевропейский язык, от которого произошло семейство множества языковых групп, в том числе и группа славянских языков, происходят из азиатских степей. Предыдущие исследования показали, что почти все люди, живущие в Индии, произошли от смеси двух основных популяций из северной и южной частей индийского субконтинента. Жители северной части Индии более связаны с жителями Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Кавказа, а жители южной части связаны с древними группами, проживающими на индийском субконтиненте. В новом исследовании, помимо геномов жителей Индии, Пакистана и этнолингвистических групп Южной Азии, принимали участие и восстановленные древние геномы возрастом от двух до трех тысяч лет из Ирана, Пакистана, Южной Центральной Азии, Казахстана и России. Эти данные позволили узнать, когда в Южную Азию прибыли эти популяции и как они взаимодействовали. Около 6-7-5 тысяч лет назад фермеры из Ирана смешивались с охотниками-собирателями из Южной Азии. Эти комбинации были обнаружены у останков людей в древних захоронениях Ирана и Туркменистана. А по данным ученых, эти жители контактировались с цивилизацией долины реки Инд, которая процветала в Пакистане и на северо-западе современной Индии, начиная от 5300 лет назад. Эта древняя смесь иранских фермеров и южноазиатских охотников-собирателей прослеживается по всей Южной Азии, потому как часть представителей цивилизации долины Инда после ее сокращения около 3300 лет назад переместилась на юг, смешиваясь с уже проживавшими там народами. Результаты этих смешений в настоящее время прослеживаются у носителей дравидийской семьи языков, таких как Томильский и Канада. А также эти связи больше замечены у групп из низших каст Индии. А вот пастухи из Евразийской степи, в основном от ямной культуры, которые мигрировали в северную часть индийского субконтинента и смешивались с представителями цивилизации долины Инда, образовали популяцию северной части Индии. Современные жители, принадлежащие к высшим кастам и говорящие на индоевропейских языках, таких как Хинги и Урду, несут в себе больше родословной этой северной популяции. В этом обзоре я представляю упрощенный вариант с общим описанием исследований, потому как различными учеными была проведена большая работа в этом направлении, включающая также изучения примесей, миграций и ассимиляций, в том числе и евреев и парсов. Отдельно исследователи интересовались и генетическими маркерами пигментации кожи, а именно белка SLC24A5. Около 9000 лет назад сельское хозяйство распространилось как в Европу, так и Южную Азию, из Ирана и Анатолии, и в двух этих случаях происходили скрещивания с местными охотниками-собирателями, а около 5000 лет назад скотоводы из причерноморско-каспийской степи, которые были носителями ямной культуры, начали распространять свои геномы как в Западной Европе, так и в Южной Азии. А некоторые ученые считают, что вместе с пастухами из знакомых нам степей пришли и веселая трава, и колесо на эти земли. На данный момент все еще ведутся дискуссии о том, где прародина семьи индоевропейских языков, но довольно много факторов говорят в пользу ямной культуры, но анатолийских фермеров сбрасывать со счетов нельзя. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе интересных фактов и открытий в области эволюции человека и не только.